Это Пульс дня и мы продолжаем. Идея четырехдневной недели набирает обороты в Европе. В Испании началась разработка деталей пилотного проекта по переводу предприятий на сокращенную рабочую неделю. Компаниям даже предложили финансовую помощь в случае, если они добровольно переведут персонал на 32 часовку с сохранением зарплат. В ходе рабочих консультаций должен быть разработан план помощи организациям, которые хотят повысить свою производительность, снизить воздействие на окружающую среду и улучшить здоровье своих сотрудников. Мария Альварес, основатель компании 4Day Week, сказала, что проект представляет разумную идею, которая должна быть в арсенале каждого правительства, выходящего из кризиса после пандемии. Всего в Испании насчитывается порядка 3 миллионов предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предприятий. Правительство Финляндии развеяло миф о планах ввести в стране 4-дневную рабочую неделю с 6-часовым рабочим днем. Об этом говорится в августе, она говорила об этом в августе 2019 года, премьер-министр Сана Марин. Вопрос не стоит на повестке дня, говорится в заявлении, опубликованном в твиттере кабинета министров. 17 августа 2019 года в ходе дебатов на форуме, посвященном 120-летию социал-демократической партии Финляндии, Марин заявила, что люди заслуживают того, чтобы проводить больше времени со своими семьями. В Германии крупнейший профсоюз IG Миттл, представляющий интересы сотрудников автопрома, предложил ввести 4-дневную рабочую неделю, хотя уже сейчас в Германии люди работают в среднем 34 часа в неделю. Еще большее сокращение рабочих часов при сохранении заработной платы должно помочь, считает профсоюз, сохранить персонал на фоне автоматизации в автопромышленности. Проведенное в бизнес-школе университета Оксфорда исследование утверждает, что 4-дневная рабочая неделя представляется правильной с точки зрения баланса между личной жизнью, счастьем и производительностью труда. Также многие исследования подтверждают, что при сокращении рабочих часов человек концентрируется на работе и выполняет ее в более сжатые сроки. С идеей ввести 32-часовую рабочую неделю в 2019-м уже выступал тогдашний министр финансов Британии Джон Макдоналл. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн тоже сторонница сокращения продолжительности рабочей недели, причем в Новой Зеландии в последние годы был проведен эксперимент по переходу на 4-дневку. Выяснилось, что роста производительности труда это не дало, но всем участникам эксперимента понравилось иметь 3 выходных. Тебе бы понравилось иметь 3 выходных, или ты трудоголик? А что делать, кстати, с трудоголиками? Вот вопрос, да, если люди привыкли... Трудоголики могут себя занять чем-то, так или иначе. Никто не отменял возможность наличия двух работ. Шесть суток. Никто, да, никто не отменял. Вообще, наверное, в общем... В гараж можно пойти. Ну да, если кто-то любит машины. Я, например, не являюсь любителем личного авто, да, поэтому мне как-то в гараже время проводить не очень. Но можно пойти в горы, например. Можно пойти полетать с парапланом. Можно прыгнуть с парашютом. В общем, много чего можно сделать. Свободное время, оно на то и свободное, что им можно распоряжаться как угодно. Но дело в том, что не у всех людей это факт в этом мире работа, которая им нравится. Мы должны понимать. Очень мало людей, которые занимаются тем, чем им нравится. Большинство занимается тем, чем мне нравится. Поэтому, если человек обычно занимается тем, чем ему не нравится, он с этим как-то свыкся, сжился, то, конечно же, ему на себя остается мало времени. И примерно понятно, откуда такая инициатива появилась. Это инициатива большинства. Большинство так хочет. Но у многих людей, особенно в выходе из постсоветского пространства, возникает такое странное ощущение. Ну, это во многом навеяно тяжелым действом и советской пропагандой о том, что вот человек труда, труд, 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 ну и прочий бред, да. Что вот это единственное достойное занятие в жизни, а свободное время никак потратить нельзя. Свободное время можно тратить на что угодно, на какую-то волонтерскую, благотворительную деятельность. В общем, быть полезным для общества, для себя и для многих других. Главное это применение найти. Чего я желаю тем, кто получит четырехдневную рабочую неделю. США это не касается. Не грозит, я бы сказала. Таким был этот день, как его видели мы здесь, в редакции RTN. Увидимся и услышимся в нашей рубрике по скриптуму после программы «Мир сегодня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова